всем привет мои дорогие друзья сегодня такой будет у нас мотивационный видеоблог об уборке сегодня будем убирать гостиную нужно будет убрать разобрать камин поубирать все игрушки здесь у нас ребенок составляет свои лего также разобрать нужно будет большие игрушки вот тоже я приготовила боксы нужно их разложить и которым он играет оставить которыми он уже не играет нужно их убрать и так как сейчас пришла весна лето в основном дети у нас играют на улице поэтому это нужно все сейчас по убирать также нужно будет разобрать вещи я вчера стиралась она не успела их разобрать и нужно будет погладить также вещи свои кардиганы так как уже тепло в пальто ходить уже жарковато нужно готовиться к весне поэтому кто еще не начал приступаем к уборке начинаю убирать камин все лего я собирала в маленькую коробочку перешла к более большим игрушкам игрушки которыми ребенок еще играется я собрала их в отдельный бокс а игрушки которыми он не играется я убрала их игрушек оказалось очень много пришлось немножечко повозиться особенно с мелкими игрушками такие как от киндера теперь начал разбирать миссии миссии стану складываю я их не глажу глажу по факту когда нам нужно куда-нибудь идти я беру вещь и проклашиваю здесь включение вещи ребенка левую вещь кладу сразу все убираю сушилку и отношу вещи Вытряхнула Деван Дейки, поправила подушки и приступаю к глашке вещества. Покладила футболочкой, отнесла их и приступала к глашке кардигана. Кардиган гладился очень тяжело, на него ушло очень много времени, но я его прогладила. Я люблю все такое яркое, поэтому у меня очень много таких вот ярких вещей. Желтый, оранжевый, мне очень нравятся такие цвета. Все, убираю гладильную доску и приступаю к генеральной уборке. Протираю подоконник, стулья. Убираю палац и под стульями протираю пол. Составляю их обратно и приступаем к уборке камина. На камине я все протерла, также протерла вниз. У меня там лежат декоративные дрова, камин и декоративные. Я его делала сама, этот камин к Новому году. Также протерла гантели, глобус, поставила свечи, где дрова у нас. Протираю пол. Также отодлинула кресло, выдернула под креслом пол. Все, стильный палац и комната готова. Все, я поубиралась. Прям так все стало чистенько, свежо. Красота. И еще хочу убрать, надо с двери этот венок новогодний. Так как я приготовила перед Пасхой, съездила фикс прайс. Закупила вот такие вот декорации, такие прикольные штучки. Яйца маленькие, большие. Взяла такие вот цветы и сделала вот такой вот венок. Теперь хочу его задекорировать и повесить на дверь. И хочу еще один такой сделать, чтобы он остался на камине и тоже украсить декорациями. То есть нужно будет немножечко задекорировать к Пасхе камин. Камин, дверь и на кухне сделать декорации. Вот это все я взяла в фикс прайсе. А мы плавно перемещаемся на кухню. Также я поставила слоеное тесто, оно уже приготовилось. Я сейчас хочу сделать наполеон тортик. И окрошку на улице прям так хорошо, тепло. Поставила уже вариться яйца с картофелем. Нужно будет сейчас сделать окрошку и сделать, разделить слоеное тесто на коржи. И сделать крем, приготовить тортик и нарезать все на окрошку. В кастрюлю я помещаю нарезанные кубиком замороженные огурцы. Я так делаю с осени. То есть я свои домашние огурцы замораживаю и потом они очень хорошо подходят для окрошки. Заливаю я их двумя литрами холодной воды, чтобы они оттаяли. Тем временем я нарезаю зелень. У меня здесь укроп и зеленый лук. Все это пока скидываю в чашу, так как у нас огурцы в кастрюле размораживаются. Также нарезаю яйца. Я беру на 3 литра, на 3 литровую кастрюлю 7 яиц. Колбасу режу слайсами, а затем режу по полосочке и кубикам. Также я и нарезаю картофель. К сожалению, как я режу картофель, камера выключилась. Все, я не сняла. Все это отправляем в кастрюлю с водой к нашим огурцам. Для заливки я взяла 4 столовые ложки домашнего майонеза, смешала их с кипяченой холодной водой. Теперь сюда же отправляю ведиску, чуть меньше столовой ложки уксуса, солю, все хорошо перемешиваю и наша окрошка готова. Отправляю ее в холодильник, чтобы она настоялась и немного охладилась. Все, я отмыла кухню и сейчас мы идем ужинать. Вот такая получилась окрошка и также разогрела. Вчера остались макароны с подливом. Всем приятного аппетита! Мы уже поужинали и я доготавливаю торт наполеон. Верхние и нижние слои, которые хорошо подрумянились, я их снимаю. В дальнейшем я их измельчу в крошку и посыплю наш тортик. Сами коржи я делю вот на такие более тонкие пластинки. Один корж и то же самое я буду проделывать со вторым коржом. Я взяла два коржа слоеного теста, это примерно где-то пол килограмма. Вы можете брать больше. Теперь я расскажу. Значит, вот эта пластинки. Измельчаю все в мелкую крошку и отставляю в сторону А тем временем займемся кремом В чашу для взбивания помещаю 120 г сливочного масла комнатной температуры И хорошо взбиваю до увеличения массы То есть масло должно увеличиться в объеме Туда же отправляю 200 мл сгущенного молока и 60 г кокосовой стружки Все это хорошо еще раз перемешиваем И отправляю в холодильник, чтобы кокосовая стружка немного размякла Чтобы она стала мягче Наш крем поставил в холодильнике Получилась вот такая вот консистенция Он не сильно жидкий и не сильно густой Берем сервировочную тарелку У меня специально для торта на ножке Намазываем кремом на основании И начинаем выкладывать наши коржи Снова крем Опять коржи Крем Коржи, крем и так далее Пока все коржи и крем не закончится Все хорошо промазываем Также промазываем и боковинки нашего торта Посыпаем сверху крошкой И также я посыпала, обсыпала еще и бока Сейчас заварю чаек Мы пойдем пить чай На этом я с вами буду прощаться Если вам понравилось видео Подписывайтесь, комментируйте Ставьте лайки Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая получилась красота Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok